Итак, вы разработали приложение и хотите пройти модерацию, чтобы воспользоваться всеми преимуществами размещения в каталоге. В этом уроке мы подробно остановимся на самом процессе модерации. В одном из прошлых уроков мы уже рассказывали, как подготовить сервис к модерации и подать заявку на размещение в каталоге. С момента оттавки заявки начинается непосредственно процесс модерации. Этот процесс можно разделить на два этапа – предварительная модерация и бета-тестирование. Порядок всегда такой, а схему вы можете пронаблюдать на слайде. Разберем каждый этап подробнее. На этапе модерации мы изучаем поданную вами заявку и проверяем корректность работы приложения и его соответствие правилам. Если с приложением все в порядке, то мы сразу переходим к планированию бета-тестирования. Если есть вопросы или замечания, то мы оставляем их в заявке на модерацию. После внесения необходимых правок или уточнения данных, разработчик может пройти модерацию снова. Прежде чем перейти к этапу тестирования, рассмотрим устройство самой платформы. Как многие знают, ВКонтакте есть платформа бета-тестирования VK Testers. Это большая платформа для любых разработчиков и проектов, на которой тестировщики помогают улучшать программные продукты. Полное описание возможности платформы на все случаи жизни вы можете найти на портале для разработчиков. Мы здесь остановимся только на специфике применения этой платформы для тестирования приложений, проходящих модерацию в каталог. В процессе планирования бета-тестирования модератор заводит компанию. Компания заводится на главного администратора приложения. В ней он сможет управлять продуктами, ролями, правами и доступами. Кстати, поэтому важно, чтобы главный администратор приложения был активным разработчиком продукта или даже менеджером в вашей команде, чтобы поддерживать актуальность настроек компании. В компании модератор заводит продукт. Под продуктом понимается то, что тестируется, то есть мини-приложение. Если у главного администратора уже были одобренные приложения, то новое приложение, скорее всего, добавится очередным продуктом в уже существующую компанию. И уже в самом продукте тестировщики заводят отчеты по багам, а разработчики их рассматривают. Подробнее разберем, кто же участвует в бета-тестировании. И здесь речь именно про стороны процесса модерации мини-приложений. Итак, тестировщики – это отобранные в рамках краудсорсинга пользователи, обученные тестировать сервисы. Примерно 100 человек единовременно тестируют один продукт. Тестировщики создают отчеты по багам и по возможности верифицируют их после исправления. Разработчики же разбирают отчеты и назначают им статусы, по необходимости исправляют баги и отправляют на верификацию. Также главный администратор занимается настройкой продуктов и выдачей доступов. Модератор приложения заводит компанию и продукт, отслеживает разбор отчетов и разрешает спорные ситуации. А теперь перейдем к самому этапу тестирования. Сервисы выходят в беты по вечерам, два раза в неделю, в понедельник и четверг. Модератор в заявке уведомит о дне тестирования и пришлет инструкцию, где будет описано все необходимое, начиная от того, как выдать доступы коллегам, заканчивая описанием статуса для отчетов. Эту инструкцию можно найти на портале для разработчиков, поэтому на ней мы подробно останавливаться не будем. Важно отметить, что минимальный срок бета-тестирования составляет три дня. Также для публикации в каталоге разработчику необходимо разобрать и поставить статусы для отчетов с приоритетами «высокий», «критический» и «уязвимость». Акцентируем внимание, что именно разобрать, а не исправить баги. Нередко бывает, что высокоприоритетные баги и даже иногда уязвимости никак не влияют на безопасность данных пользователей и совсем незначительно влияют на сам продукт с позиции бизнеса. Иногда отчеты по проблемам заводят дважды, бывает, что и тестировщики ошибаются, иногда и проблему поправить невозможно, потому что она возникает в стороннем сервисе. Для всех этих ситуаций есть статус из инструкции. Отчет можно отложить, решить не исправлять, заблокировать и даже отклонить, а в спорных случаях можно написать модератору. По завершению разбора высокоприоритетных отчетов или по истечению трех дней при отсутствии таковых, разработчику нужно написать заявки на модерацию об окончании бета-тестирования. Модератор перейдет к финальным проверкам, в рамках которых посмотрит отчеты, проверит, что сервис удовлетворяет правилам, а в настройках приложения загружено все доступное оформление. Если все хорошо, модераты приступят к публикации, после которой разработчик получит сообщение об успешном добавлении в каталог.